Ну что, друзья, так и не дали мы немного отдохнуть вам. Группа Волощука СД вновь отправляется в поход. На этот раз летим в Арабию. Уж вы не обессудьте. Будем рассказывать, как там народ в Арабии живет. А заодно мы очень честно вам расскажем, как привечают там русских туристов и рок-звезд. Чем кормят, поят, на что спать кладут. Мы все покажем. И развлекают чем и как. Докладывать вам будем прям с колес. Добрый вечер, уважаемые любители рок-музыки. А я уверен, что он будет обязательно добрым, если вы проведете его вместе с рок-группой Волощука СД, которая от дворца Эмира Дубайского приехала на водную экскурсию по дубайским рукотворным каналам и заливу. Поэтому можно сказать, что мы действуем по поговорке с корабля на бал, только наоборот. От дворца на корабль. А корабль у нас не простой, а чудо-корабль. Называется он Лотус. Ну что, находимся в центре Дубай Бич Резиденс. В окружении небоскребов. А приехали мы сюда на пирс номер 7. И здесь находятся их экскурсионные кораблики. Их тут много, но мы на один из них садимся. И сейчас будем делать экскурсию по дубайской Венеции, по каналам. И заодно расскажем вам, наверное, про Арабские Эмираты. То, что мы узнали, по крайней мере. Вот это расскажем вам. И стоит этот корабль у причала в престижном дубайском районе Дубай Бич Резиденс, где находятся множество ресторанов, магазинов, офисов известных компаний. И здесь расположены стоянки дорогих яхт и вот таких прогулочных теплоходов. Ранее этот корабль был нефтеналивным танкером. И долго служил здесь по своему непосредственному назначению. Пока арабы не построили себе танкеры, намного повместительнее. А затем его переделали в прогулочный туристический теплоход. И он продолжает верно служить арабскому народу и доставлять радость туристам. Грамотный и хозяйственный подход. Не такой, как у нас был в 90-е годы. Когда наши прекрасные и совсем не старые военные корабли, либералы, дорвавшиеся до власти в России, распродавали за бугор в буквальном смысле за копейки. По цене металлолома. Да даже и дешевле. По цене мусора. Так Никита Михалков в своем бесогоне приводил цифры, за которые распродавали наши корабли. Сторожевой корабль доблестный. 69 тысяч долларов. Эскадренный миноносец упорный. 173 тысячи долларов. Большой противолодочный корабль смышленый. 189 тысяч долларов. И так далее. То есть корабли, постройка которых обходилась в нашей стране в сотни миллионов долларов каждый, где только стоимость металла, то есть металлолома, оценивается в десятки миллионов долларов, были распроданы иностранцам каждый по цене хорошего автомобиля. Мне, как матросу флота российского и гражданину своей страны, было больно наблюдать за этой либеральной вакханалией, было больно от бессилия и невозможности противостоять этой распродаже России. Но остановиться хочу подробнее на продаже наших атомных авианосцев, в частности тяжелого авианесущего крейсера «Киев», строительство которого, как и любого корабля такого класса, будь то русский, французский или американский, обходится в миллиарды долларов. Вот он был продан китайцам за 1 миллион 800 тысяч долларов. В центре Москвы квартиры дороже стоят. А китайцы парни хозяйственные. Получив за копейки такое богатство, пусть без вооружений и самолетов сделали из него прекрасную плавучую гостиницу с торгово-развлекательным центром, которая приносит им стабильный и хороший доход. Так и арабы не разбрасываются тем, что еще может хорошо послужить, пусть и в другой ипостаси. Ну что могу сказать, теплоходик неплохой из танкера получился. И внутреннее пространство просторное, со столиками, с диванами, с кушетками. И наверху на открытом воздухе неплохо. И можно постоять на шкафутах. Ну вот он, лотус. Такой кораблик. Повезет нас сейчас. Ну что, для самого главного рокера России, видите, вид место досмотрели на этом корабле. Не просто за столом, а вот тут. Пойдемте, там рок-группа уже разместилась, ждет меня. Но они будут сидеть, я смогу прилечь даже. Мне лежачее место, как самого главного рокера. И видите, панорамные стекла, все видно. Будем вам рассказывать, мимо чего проезжаем. Еда свежая, неплохая, в виде шведского стола. Ешь сколько хочешь и что хочешь. Ну нельзя же объедаться все время, особенно если ты пытаешься согнать лишний вес. Поэтому Волощук СД прошелся только по газированной водичке. Ну, а члены рок-группы Волощука СД что-то там съели. Уважаемые любители рок-музыки, но пока плывем по каналам дубайским, смотрим на вот эту красоту, на вот эти вот небоскребики. Небольшие пока, но там чуть повыше небоскребики. Я вам вкратце расскажу про Объединенные Арабские Эмираты. Это то, что я узнал о них. Первое. Объединенные Арабские Эмираты так называются именно потому, что это конфедерация семи эмиратов разных. Главный из них, который Абу-Даби. Там же находится и столица одноименная Абу-Даби, и аэропорт международный Абу-Даби. Второе по величине Эмират – это Дубай. На самом деле он в самой крупной по численности. В самом городе Дубай находится и проживает 2,5 миллиона жителей. Во всех Объединенных Арабских Эмиратах проживает 10 миллионов человек, но только полтора миллиона из них – это коренные жители, граждане Объединенных Арабских Эмиратов. Остальные 8,5 миллионов – это приезжие. В основном это рабочие, строительные и инженерные составы со всех стран мира. Если говорить о рабочих, о прислуге, то это, конечно же, жители Индии, Пакистана, Таиланда, с этой стороны, из Омана, из Ирака. С разных стран они сюда стягиваются, потому что здесь есть возможность нормально заработать. Но вы без меня знаете, что, конечно же, Объединенные Арабские Эмираты – это нефтяная страна. Ее основное богатство – это нефть. Но, тем не менее, если в 80-е годы прошлого столетия нефтяной доход был подавляющий, он составлял 70-80% всего дохода страны, то сейчас нефтяные доходы составляют только 40%, по их статистике, если ей верить. Остальное начинает занимать новые отрасли. Конечно же, туризм, особенно в штате Дубай, где нефть уже практически закончилась. Нефтяные доходы в самом Эмирате Дубай составляют, по их словам, 4%, а туризм – 70%. Еще составная часть экономики, конечно, огромная – это торговля международная. Объединенные Арабские Эмираты, они находятся в очень выгодном местоположении. Они, во-первых, стоят на Армузском проливе, то есть из Персидского залива в Оманский залив, они проходят через Армузский пролив, поэтому они, по сути дела, контролируют этот Армузский пролив, ну, частично. И именно поэтому здесь все время шла война между империями. Первыми еще в 15 веке захватили эту территорию португальцы. Потом, пару столетий спустя сюда пришли англосаксы и захватили эту территорию, потому что она была центровая. И превратили, по сути дела, ее в свою колонию британцы. Недолго правили. Потом они организовали здесь протекторат, вроде бы как более демократичное правление. Но на самом деле это была та же самая колониальная политика. И только в 68-м, 66-м году прошлого столетия Лига Арабских государств поставила вопрос о независимости Арабских Эмиратов. И в 71-м году прошлого столетия они уже стали представлять собой самостоятельную страну, без британского протектората. И тогда уже развитие пошло более высокими темпами. Хотя, повторюсь, нефть здесь открыли в 20-е годы прошлого столетия, британцы именно, их геологи это открыли и начали добывать, потому что здесь народ-то был темный и кустарный, феодальный. Поэтому такими технологиями, чтобы добывать нефть, они, конечно же, не владели. И поэтому британцы контролировали и до сих пор контролируют добычу нефти в Объединенных Арабских Эмиратах, но уже на каких-то условиях более договорных. Конечно же, здесь, после, повторюсь, вобретения независимости, они начали развиваться. И в 90-е годы, вот именно в Дубае, начался строительный бум. Они поняли, что нефть кончается, и что нужно каким-то образом диверсифицировать экономику и каким-то образом привлекать сюда деньги. И они начали строить. Что они начали строить? Так как исторических памятников, архитектурных здесь нет, сюда турист не поедет просто так. Здесь нечего смотреть. Голая пустыня, песок. Строительный бум здесь начался, когда стал миром Мухаммеда, потому что понял, что нужно создать что-то здесь такое, чтобы было привлекательным для людей со всего мира. Он решил создать здесь оазис в Дубае. И вот мы сегодня были в дубайском чудо-саде, по сути дела, в памятнике паркового искусства, где всякие персонажи и всякие технические изделия сделаны в виде цветов. И танцующие женщины огромные. Снейлендовские всякие герои. Ну, красота, все это из цветов сделано. И поэтому туристу, приезжающему сюда, здесь есть что посмотреть. Здесь сделали целую улицу копий, ну, не копий, а реприз таких зданий всемирно известных, типа Лондонского Тауэра, либо этих башен-близнецов печально известных, либо Empire State Building, целая аллея. Они вошли в книгу рекордов Гиннесса, поэтому люди сюда приезжают и видят эти реплики знаменитых зданий всемирных. Бурж-Аль-Араб, гостиница там 400 с чем-то метров, с рестораном с видовым, потрясающим. А так там вообще считается отель 7 звезд. Самое высокое здание Бурж-Аль-Халифа. Там 800 метров здания, выше здания нет. Они планируют сейчас еще 920-метровое какое-то здание строить. И, конечно же, это интересно людям. Вот мы послезавтра едем туда, мы заказали там вечерний ужин на 103-м этаже, в котором видно весь этот Дубай. Что удивительно еще для меня, как для строителя, они за 20 лет построили этот современный город с стеклой, бетон, с метро, с прекрасными дорогами, с автобусными стеклянными остановками, внутри которых вентиляция и кондиционирование. Строится 5-звездный отель. Они создали целые насыпные острова, эту знаменитую пальму. Гостиница наша как раз находится на одном из лепестки, этой насыпной пальмы в океане. То есть они сделали в виде пальмы эти острова, на которых находятся более 50 отелей. Ну, запланировано, по крайней мере, 55-звездных отелей построить. Вот такой вот бум. А что удивительно, меня как строителю повторюсь, а то, что это они сделали за 20 лет. Вот это колоссальное количество этих зданий. Я понимаю, что денег у них много, но все равно это технологически просто сделать. Для этого нужно помимо технологических умений, здесь еще нужна политическая воля и отсутствие препятствий, не таких, как у нас в России. Что для того, чтобы согласовать строительство, для того, как начать, несколько лет уходит на какое-то здание, на какой-то 9-этажный жилой дом. Несколько лет на согласование уходит, на получение разрешения на строительство. И яркий пример. У нас Слушков, Царство ему небесное, в 90-е годы, вместе с тем, как они здесь начали строить этот город, он начал строить сити, вот там вот в Москве. Вот тех вот несчастных десяток небоскребов до сих пор не построили. Потому что 20 с чем-то лет прошло, их до сих пор строят. Достроить не могут. А здесь это быстро делается. Еще, дороги просто высший пилотаж. А почему дороги гласные? Да потому что они немцам поручили подряды. Никому попало, которые разворовывают все. Понимаете, плывут дороги потом от этого битума. А здесь дороги идеальные. То есть я вот восхищен этим, как строитель. Я восхищен вот этим масштабом, размахом и качеством строительства. Вот о примере. Теперь немножко расскажу для тех, кто интересуется налоговой системой. Но я детально налоговую систему не знаю. Вряд ли кто-то из наших экономистов знает. Но вкратце расскажу. На самом деле налогов на частных лиц у них нет. За лицензии они платят. Недавно ввели 5-процентный налог на прибавочную стоимость. Не НДС, а какой-то налог на прибавочную стоимость. Но с другой стороны, со слов жителей здешних, ну работников, не коренных, я общался с работниками, которые эмигранты русские, которые по 10-20 лет живут. Больничные им не платят. Это раз. Отпускные платят по желанию, опять-таки, работодателя. Они не защищены. Пенсионных накоплений на них не бывает. На них никто не отчисляет. Вот он здесь поработал, сколько, 10-20 лет уехал, ничего тебе не получишь, никаких пенсий. Но зато коренные жители здесь льготами обеспечены от и до. Какими льготами? Родился ребенок, ему сразу денег на счет. Если женился, местный коренной житель на местной коренной жительнице, ему сразу участок земли, ему средь деньги выдают на строительство дома собственного. Но, если, допустим, женщина вышла за иностранца и родила детей, то эти дети уже гражданами Арабских Эмиратов не будут. Дальше, если иностранка вышла замуж за коренного жителя, то, чтобы ей получить гражданство, ей нужно родить не менее трех детей, и все равно на это уходит 10-12 лет на получение гражданства. Быстрее только, если ты пятерых детей, местному жителю родила. Вот такие вот интересные нюансы финансовые. Очень интересно то, что у них есть армия, которую они укрепляют, покупают вооружение, в том числе и в России, покупают противовоздушные комплексы противоракетной обороны. На них, конечно, никто вроде бы как не нападает, но со всех сторон, вы знаете, ребята такие алчные. Саудовская Аравия, Оман, с той стороны Иран, Ирак. Тут ребята такие веселые вокруг собрались. Ну и британцы тоже, не забывайте их, демократов. Они не прочь опять тут установить протекторат вместе с колонией, как они по всему миру это делают. Поэтому армия не укрепляет. Но тут очень хорошо стимулируют тех, кто пошел в армию. У них призыв до 28 лет от 18. Но если ты до этого работал, пошел в армию, тебе сохраняется зарплата, и тебе еще и там платят. Ты две зарплаты получаешь. Поэтому они очень хотят в армию. Вот так. Для них считается это не только почетно, но и экономически выгодно. Вот такая вот тут экономическая, будем говорить, жизнь. Что еще рассказать? Ну, туризм. Конечно, туризм прекрасный. Прекрасное море. Ну, мы находимся в пятизвездном отеле, одном из лучших. Конечно, там вообще супер. 9 ресторанов, 4 бара, мюзик-холл, там спа самые крупные на востоке. Все, есть 42 кабинета всяких пассажей, всяких косметических процедур. Ну, все подряд. Яглоукалываешь, что хочешь. Поэтому, конечно, это очень круто. Но это недешево, понятно. Еда тоже очень прилично, очень свежо все. Все отношения к этому очень добротный, такой профессиональный подход. Конечно, это не all-inclusive турецкий, где полностью все здесь за воду, за напитки надо платить во время ужина. Но вся еда бесплатная остальная. И все очень вкусно и свежо. Вкратце вот вам рассказал немножко про Арабские Эмираты. Что они собой представляют. Страна мирная, люди доброжелательные, дружелюбные. Особая, будем говорить, такой, какой-то, ну, агрессии тут я не видел. Доброжелательно относятся к туристам, и особенно к русским рокерам Кулачук ОСД. Ну, этот теплоходик, мне он нравится. Еда вкусная, кстати. Здесь такое самообслуживание. Делают всякий вок там. Ну, все, все, все есть. Курица, мясо, мясо, говядина, баранина, рис, сушьхо, челочи, фрукты, все есть. Напитки все есть. Нормально. Ну, и прекрасный вид на вечерний Дубай. А вот светится наш отель. Джумейра Забель Сарай. Вот он. Прям проходим мимо него. Красавчик, прекрасный отель. Мне очень нравится. Номера, высший пилотаж. Огромные ванны. Я таких не видел. Пассеи маленькие. Души вот эти. Все класс сделано. Уборка каждый день, смена постели. Высший пилотаж. Во. Очень хорошо. Вот номера просто класс. И все в восточном стиле. Ну, что хочу сказать. Неплохо на этом танкере подготовились к встрече знаменитого русского рокера Волощука СД. Встречали прямо у трапа. Руки участницам нашей рок-группы подавали. Антисептикам на руки сразу же пшикали. Бумажные браслетики на руки одевали. Прям как в каком-нибудь нашем выдающемся главклубе на рок-концерте. Затем ужином угощали и в ВИП-зону провожали. Где Волощуку СД, как самому дорогому и почетному гостю, приготовили отдельный диванчик, чтобы он мог прилечь после вкусного ужина и поразмышлять о судьбах человечества. Даже о собеседнице ему предложили. Правда, не многословную, но зато красивую и задумчивую. Которая предавалась размышлениям о высоком и вечном вместе с русской рок-звездой. Все хорошо и красиво на теплоходе, но особо хочу отметить красоту туалета. До туалета в нашем московском гуме им, конечно же, далеко, но тоже есть где подумать о высоком, об искусстве, о путях развития человечества, о возрождении нашей русской рок-гуме. Наша экскурсия заканчивается, и мы едем к себе в отель. Но рок-путешествие еще будет продолжаться. Нам надо еще на воздушном шаре полетать, рассвет в небе встретить, по пустыне на джипах порассекать, на концерте местной самодеятельности побывать. У нас еще работы и работы. Так что вы там не расслабляйтесь, готовьтесь к просмотру новых серий. Ну все, уважаемые любители рок-музыки, наше водное путешествие закончилось. Едем обратно в свой пятизвездный сарай, который забель Джумейера. Набираться сил для завтрашних экскурсий. До свидания, друзья! Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащук.